Ножи для леса Скандинавские спуски, классические такие, калиночки финские. Вот здесь спуски, получается, идут от обуха и имеется режущая кромка. Вот это Мора Базис 546, я просто для наглядности с чем-то сравнить-то надо. В общем, человек утверждал, что вот этот нож прямо это вот огонь. Для леса, то есть по дереву, там еще что-то. Мне стало очень интересно, и я решил проверить. Давайте проверим вместе и посмотрим, действительно ли этот нож так хорош. Или все-таки можно обойтись вот таким вот вариантом. Поехали! Ножны у этих ножей абсолютно одинаковые. Тут даже не о чем говорить, никакого свободного подвеса. Вот такие вот пластиковые ножны, которые можно прицепить одни к другим и вот такую спарку сделать. Соответственно, ничего особенного здесь нет. Да и быть не может. Заточка Мора Флекс. О! Идеально. И Базис 546 нержавейка. Они, кстати, и тот, и другой клинок из нержавейки. Тоже идеально. Отлично режет. По толщине клинка смотрите сами. Если здесь двушка, то здесь 1,4. И к кончику еще более утоньшается этот клинок. То есть, вот если этот клинок попытаться погнуть у 4546, он не гнется, в принципе. То вот этот клинок, он гнется. То есть, такой мини-филейник, что ли, как его назвать даже. Вот мне интересно, как он будет работать с деревом, поскольку товарищ утверждал, что прям супер. Вот. Ореховая палка. Строгает хорошо, кстати. Ничего не могу сказать. 546. 546 мне кажется легче. Да. Легче строгает. Ну, колышек заточить можно. Сейчас я потолще палку возьму. Потому что все-таки это тонкая, вот, уже серьезная толщина. Ой-ть. Так. Флекс. Хорошо строгает, ничего не могу сказать. Он, конечно, уступает классическим вот таким скандинавским спускам. Ну, ненамного уступает. Просто это раздвигает спуск, получается, и чуть подкалывает древесину, за счет этого проще. Ну, вот он по сучкам идет, то есть, и кончиком прям срезает. Ну-ка. Да, интересно. Интересно. Не думал, что он так будет работать. Но, конечно, колоть таким ножом или что-то рубить, он вообще легкий, невесомый. Одна рукоятка только что-то весит, а вот клинок-то вот этот... И тем более ковырять что-то там вот им... Это, конечно, нет. Это вообще нож не для этого. Насколько я понимаю, это что-то... Как инструмент этот нож больше. Ну, я вот нашел здесь гриб. Сейчас покажу, как он режет гриб. Так, вот гриб. Маховичок такой вот приятненький. Так. Оп. Так-ка. Вот продукты он будет резать... Да. Класс. Да. Здорово. Так-ка. Нет, все равно он вот... В сканде есть сканде. Вот разница в срезе. Смотрите. Чистый прям такой срез. А сканди все равно он заминает, потому что он пытается колоть. Так что вот так выглядит срез сканди. А вот так флекс работает. То есть, таким вот колбасоньку какой-нибудь, хлебушек. Конечно, длины клинка тут явно немного, но тем не менее. Интересный нож. Так, конечно, не получится здесь, поскольку травмобезопасная рукоять. Да, по продуктам он несомненный фаворит будет. Вот этот нож в подметке не будет ему годиться. А по дереву он не сказать, что прямо уступает. Ну, вот по такому дереву, да, то есть это... Палочки, веточки срезать. То есть, в какой-то степени, да, почему бы и нет. Можно назвать его даже таким вот лесным ножом, но с оговоркой на то, что не колоть им, не рубить, пользоваться с умом. Любопытно, в общем. Не зря я приобрел его. Походная кухня такая. Ну, конечно, длины ему не хватает для того, чтобы батон там разрезать в один заход. Но по кругу вполне можно. Интересно. Коль нож для деликатных работ, то, я думаю, огненное перо попробовать можно. По сути, этот нож, то он тоже не для того, чтобы рубить, колоть и всячески издеваться над ним. Так, это понятно, как режет. К этому я не привык. Он потому что прогибается. Давишь на него, он прогибается. Но стружечку, в принципе, делает свое дело-то. Да, но к скандии я больше привык, поэтому мне проще это делать с скандинавским спуском. Кору с палки, он, конечно, тоже вряд ли прям будет снимать хорошо. Не, ну как-то снимает даже. Ну, это, конечно, не то. Обух у него не обработан специально под огниво. Да. Попробовать, конечно, можно. Не, скользит. 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 Нет. Про работу с огнивым, конечно, здесь даже речи не идет. Это совершенно не про эти ножи. Вот, а стружку, в принципе, можно вот эту и поджечь. Так, для этого есть вот кресало. Так, огниво-про моё. Главное, чтобы зацепилась искорка. Она не зацепилась, провалилась. А вот теперь всё пошло так, как и должно быть. Огниво-про – это огонь, друзья. Ветерок. А, она ещё сыровата немножко. Ну, чё. Горит. Шипит чуть-чуть даже. Влажная. Как-то так. Ну, что ещё этим ножом? Колоть, рубить, я сказал, ковырять им не стоит. А так, может быть, кому-то даже и зайдёт такой ножичек. Ну, это, вот, я назвал полевой кухней. Это, конечно, микрополевая кухня какая-то. Вот, ну, интересно, в общем, ножик по-своему. Я не пожалел, что себе взял его. Пишите в ваш комментарий, что вы думаете. Может, у кого-то есть, кто пользуется им. Расскажите, в какой области используете. Поделитесь. Может, кому-то пригодится ваш комментарий. Ну, мне, по крайней мере, уж точно будет интересно почитать. Вот. А так, надеюсь, видео было интересным, информация была полезной. Увидимся на канале. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok